Садовод и вредители Я когда-то его подсмотрел в одном из тепличных хозяйств нашей страны и с тех пор каждый год пользуюсь им у себя в саду. Многие болезни и многие вредители не любят, когда поверхность листьев чем-нибудь покрыта и вот это чем-нибудь может являться растительным маслом. Но ведь известно, что растительное масло не может быть распределено просто по поверхности листьев, тогда оно оказывает вредное влияние, оно забивает устицы, нарушает газообмен растений, нарушает другие процессы в растениях. При этом растительное масло невозможно разбавить, а согласитесь, что заправить пульверизатор растительным маслом и опрыскивать растения, будь то даже стволы или ветки, все равно не очень рационально. Хотя такие рекомендации в отношении того же вазелинового масла в интернете можно встретить. В этой связи я предлагаю вам пользоваться масляной эмульсией. Для приготовления масляной эмульсии нам понадобится самое обыкновенное хозяйственное мыло, только не пользуйтесь жидким мылом для мытья посуды или жидким хозяйственным мылом. И то и другое сделано на основе лауреусульфата. А нам нужны вот такие вот кусковые мыла. Кстати, вы можете использовать обмылочки от обыкновенного туалетного мыла, если возникает вопрос, куда же их деть. На 200 грамм мыла, потертого на терке, нам необходимо примерно 200 грамм растительного масла. Растительное масло может быть любое. В тех рекомендациях и в тех способах, которые я когда-то видел в тепличных хозяйствах, это было рапсовое масло. Но на самом деле подойдет любое растительное жидкое масло. Итак, мы готовим из мыла с добавлением кипятка вот такую вот мыльную болтушку. После того, как мы приготовили эту мыльную болтушку, мы должны тоненькой струйкой в эту мыльную болтушку добавить, вмешать масло. Как будто вы готовите майонез дома. Когда вы вмешали сюда все масло, размешали как следует, получается такая достаточно устойчивая эмульсия, которая не распадается. Вот это вот количество, 200 грамм масла и 200 грамм мыла, вы можете растворить в одном ведре воды, то есть в 10 литрах. Ну, у меня меньше мыла и гораздо меньше масла, поэтому я растворяю примерно в третий объем, который рекомендуется. После тщательного растворения вы переливаете эту жидкость в кульверизатор и равномерно наносите на растение. В чем преимущество этого способа? Дело в том, что такие насекомые, как тля, трипс и не насекомые, но очень плохие вредители, паутинные клещи, они очень не любят, когда их дыхальце на их теле забивается маслом. Они просто задыхаются и погибают. Кроме того, многие насекомые не могут проникнуть через вот этот тоненький слой мыла с маслом, который покрывает кутикулу листа, просто не может туда пробиться. И третье, очень многие болезни, такие как, например, мучнистая роса, которая очень досаждает и розам, и смородине, и огурцам в теплице, она не может своей такой гифой, ну если правильно сказать гифа, а вообще, ну как будто стебелек или корешочек, который проникает внутрь ткани листа и вызывает там заболевание, вот через этот тончайший слой она пробиться туда не может. Конечно, если вы обрабатываете растения в защищенном грунте, то вы можете это делать достаточно редко. И еще одно большое преимущество, то, что даже если вы обработали этим препаратом свои растения, овощи или ягоды, вы можете их собирать буквально на следующий день, а он совершенно не токсичен. Вы их помыли, съели и все в полном порядке, нет периода ожидания. Второе преимущество, это то, что насекомые и болезни не привыкают к этим препаратам, а к химическим препаратам, к сожалению, многие вредители и многие болезни уже стали устойчивы. Если же вы обработали растения в открытом грунте и прошел дождь, ну то, конечно, эту обработку лучше повторить. Ну и как все такие простые, нетяжелые химии методы борьбы с болезнями и вредителями, они наиболее эффективны при профилактическом их применении. Поэтому болезнь и вредители лучше предупредить, чем потом с ними бороться. Надеюсь, что этот совет будет вам полезен. Мы еще приготовили для вас много всевозможных интересных советов, поэтому подписывайтесь на наш канал. Если вам нравятся наши советы, ставьте лайки, я буду знать, что вам нравится то, что я делаю. Я надеюсь на встречу с вами на нашем канале Процветок. Всего вам хорошего!